Продолжение следует... У меня для вас вопрос, как вы думаете, что эти буквы означают, какое значение зашифровано за этими буквами? Кто жил в Советском Союзе, вы, наверное, помните, я помню, еще был малый, была такая реклама по всему Советскому Союзу, помните, МММ. Я помню, еще был, конечно, ребенком, не понимал, но везде бегал, МММ, МММ, значит, что-то, наверное, хорошее, интересное, что оно там означает. Но были такие акции, кто помнит. Но сегодня я хотел бы предложить вот это такое зашифрованное немножко значение, которое, надеюсь, останется у нас в памяти. И расшифровываю я эту тему проповеди вот так. Мотив меняет многое. МММ. Если вас спросят, какая была тема проповеди, вы просто им скажите МММ, они скажут, что это значит. Пойди послушай, сразу будет заинтересовка. Мотив. Мотив moves mountains. Когда вы видите, что кто-то нереально что-то хорошее вам предлагает, слышите, и условия, ну, просто чрезвычайно удивительные, кажется, человек, ну, слишком добрый, ну, просто выкладывается перед вами, у вас закрадывается единственный вопрос. Хм, какой же у него мотив? Что же за этим стоит? Ну, просто, ну, слишком, ну, too good to be true. Ну, кажется, ну, 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 невозможно по-человечески, но быть таким добрым и вот так вот делать все от души. И когда вы узнаете его мотив, потом вы делаете такой звук не МММ, а а-а-а-а, понятно. Фальшивая, двойная жизнь, лицемерие Христос всегда осуждал Это очень ярко выражено в Новом Завете Не раз Иисус Христос строго обличал фарисеев за лицемерие Иисус даже говорил о том, что вы даже можете вашими губами прославлять, славить меня Но сердце ваше далеко от меня Ведь вся суть в мотиве, в состоянии нашего внутреннего состояния Хотел бы вам сказать, что откровение, которое я получил Надеюсь, что это заставит нас всех задуматься и поможет нам в жизни Мотив регулирует твои приоритеты А второе, мотив регулирует твое настроение Задумайтесь Мотивы регулируют приоритеты в жизни И именно мотивы всех твоих действий и разговоров Мотив внутренний регулирует твое настроение и эмоции Вы скажете, ну я такой человек эмоциональный Я согласен, встречал эмоциональных Но поговорим о мотивах Читаем в начале Евреям 4 глава 12 стих Написано Слово Божье живо и действенно Острее всякого меча обоюдоострого Оно проникает до разделения души и духа Составов и мозгов Судит помышления и намерения сердечные Кажется, в начале мы читаем, как будто какие-то медицинские термины Составы, суставы, мозги Кажется, ну зачем тут нам биология Нам нужно как бы Слово Божье Но слушайте внимательно Это Слово Божье Это Библия И Библия нам рассказывает не просто истории Дает нам не просто информацию Библия несет в себе не просто правила Но Слово Божье Хочу сделать акцент Имеет способность проникать туда, куда люди не могут проникнуть Именно Слово Божье способно проникать туда, куда медицина не может проникнуть И главный вопрос, зачем? И вот ответ Судит и обличает Тема нашей проповеди Мотивы Именно мотивы Именно мотивы Написано в Писании Судит помышление и намерение сердечное По-английски Your thoughts and intents of your hearts Intentions of your hearts То есть намерение или снова мотивы Если вы, например, в нашей жизни Решили следовать за Иисусом Христом И вы заявляете, что я верующий человек То именно ваш мотив Он решает Как, на каком уровне вы готовы следовать за Христом И до каких пор вы готовы быть Ему послушны Как далеко, насколько радикальны вы готовы быть послушны Иисусу Христу Если ты следуешь за Богом Веришь как бы в Бога Вроде бы в церкви сидишь и слушаешь И не против даже молитв Но если ты это делаешь ради Потому что мама давит Потому что страх давит Обстоятельства поставили тебя в тупик И ты вроде бы, ну как бы верующий Тебе это выгодно Надо как-то помощь от Бога Сам ты не справляешься То именно вот этот мотив Неправильный, нечестный, неискренный Он часто тебя ставит в положение Где расстраиваются твои эмоции Разваливается твое духовное состояние Весь твой духовный стержень не может держаться Именно потому что мотивы твоего следования за Богом Они неправильны Если ты следуешь и веришь Богу Только потому что твой мотив Я хочу от него что-то получить Что-то от него иметь Часто мы притыкаемся Как только мы что-то не получили Как мы хотели, как мы заказывали Из-за того, что первоначальный наш мотив Сразу он был неправильный Дальше сыпятся все последствия Которые нас расстраивают Это уже как бы цепная реакция Из-за неправильных мотивов Которые у нас в сердце давно жили Или другой пример Насколько мотивы влияют на нас Например, ты женился, вышла замуж Именно мотив определяет Какие будут у тебя отношения Или есть отношения хорошие Или плохие с супругом Например, вопрос, который очень стандартный Я несчастный в своем браке Я несчастливая в своей семье Вопрос, почему так случилось? Потому что, когда ты говорил Раньше, лет 10-20 назад Что я ее люблю Перевод этой фразы означал Я люблю то, что она мне может дать Я люблю тот факт, что она меня может сделать счастливым И так как она меня не сделала счастливым Сегодня я несчастный Расшифровывая это, можно так понимать Что мотив первоначально был неправильный Корень был самолюбие Гордость Я себя люблю намного больше И так как я себя люблю И я не готов служить Несмотря на какая будет ответная реакция Вот почему сегодня я несчастный Да, это не значит, что муж или жена всегда правильно поступают Но мотив определяет твое настроение Именно мотив определяет твои эмоции Твое отношение Если я решаю в своем сердце Я принимаю, что я буду служить Независимо, как она или он относится ко мне Я буду делать, как это делал Христос Мой мотив именно и движет мною Развивать отношения или нет Если вы, друзья, еще не были в своей жизни Разочарованы в людях Простите за такую плохую новость Рано или поздно вы будете Разочарованы в людях Да, почему я хотел бы поделиться Таким предупреждением Потому что именно люди Нас часто разочаровывают И если даже взять такое, например Хорошее действие, решение Как я, например, буду служить Богу, людям Буду в служении или вы есть в служении То именно люди вас будут более всего критиковать Именно люди вас иногда будут обижать Именно эти люди, которым вы служите Иногда вас будут They will use you and abuse you Они будут вас, как это сказать Злоупотреблять Уничтожать словами, осуждениями Иногда клеветой И если твой мотив первоначально был Я буду служить людям Звучит хорошо Цель вроде бы правильная Этот неправильный мотив убьет тебя Потому что эти же люди Иногда будут тебя ранить Но если твой мотив Я буду служить Богу И как последствия Как выражение моего служения Богу Я буду служить людям Тогда этот мотив Сделает тебя непоколебимым Очень глубокая истина Читаем с вами Колоссянам 3 глава С 23 стиха И все Давайте сделаем паузу Все Что такое все? Это все Все без исключения Все Читаем дальше Все, что не делаете Снова паузу А представьте, сколько у нас дел Все, что не делаете Делайте от души Как Для Господа А не для человека Зная, что воздаяние от Господа Получите Наследие Ибо вы служите Господу Христу Я думаю, что это обращение В первую очередь Направлено к верующим людям Неужели все Я должен делать Как для Господа? Ну, во-первых Это не моя идея Об этом говорит Слово Божье Писание Значит, я верю Что это совет Хороший Дальше Ну, у каждого человека Есть выбор Ты можешь это делать Не как для Господа И я думаю, что половина Или большая половина Наших дел Мы их делаем Но не как для Господа Вы согласитесь? Что мы же об этом не думаем Этот стих у нас На холодильнике не висит И в машине на руле Тоже не написан Поэтому многие дела Которые мы делаем Мы их не делаем Как для Господа Мы делаем Как для себя Мы делаем Как для людей Мы делаем Как одолжение Мы делаем Потому что заставили Разные могут быть причины Но из-за того Что наш мотив Мы это не делаем Как для Господа Оттуда Оттуда и эмоции Реакция Настроение Иногда негативное Неприятное И нехорошее Дальше написано От души Делай от души Ну, для славян это понятно Да, вот Душа славянская Она же чувствует Ну, надо Ну, вот от души То есть качественно Хорошо Качественно А если за тобой Никто не видит Если видеокамера Не стоит у тебя В офисе Где ты там работаешь Правда? То здесь уже Как бы Другие сенсоры Должны срабатывать Внутренние А если внутренних Сенсоров нет Что я не делаю Как для Господа Не от души Ну, уже дальше Сами мы можем Заменить это слово Чем-то Дальше написано Не просто Делайте Как для Господа А уточняется Как для Господа Уже понятно Аналогично Что значит Не как для людей Но все равно На всякий случай Для двойного Как скажем Уточнения Написано Но не как для человека И снова Мы перебираем Все дела В нашей голове Которые мы делаем В течение дня Все наши планы И снова Мы задаемся Задачей Или даем себе Отчет в том Что мы делаем Так много Ну, вообще Не как для Господа А написано же Все Вот все Что ты делаешь Но делай Как достойный Христианин Как представитель Божьего Царства Делай Как для Господа Ты увидишь Как настроение Изменится Оно как бы Поднимется Как бы Мотивация Полностью Другая Взгляд На вот эти Все Те же самые Дела Те же самые Вещи Все меняется И те люди Которые к тебе Так неправедно Относятся Так не оценили Не оценивают Твои действия Но у тебя Мотивация Совершенно Другая Ты на другом Уровне И дальше Заканчивается Этот стих Что вы получите Награду Вы представляете Друзья Сколько Глубины В этом Одном Месте Писания Вот как Хочется Чтобы шли Домой Мы И в понедельник И в среду И где-то Не знаю Написали Где-то На машине На холодильнике Все Что не делай Делай Как Для Господа Я верю Что каждый Христианин Должен Всегда Проверять И спрашивать Себя Какой мой Мотив Все Что я не делаю Я хочу Жениться Почему Какова цель Если будет Мотив Неправильный Значит И ее Ранишь И сам Будешь раненый Я хочу Служить Вопрос Зачем Вроде бы В церкви Служить Хочешь Внимание Хочешь Славы Или Хочешь Просто Управлять Мотив Дальше Я хочу Деньги Зарабатывать Вопрос Мотив Почему Не только Чтобы обеспечить Свою семью Но чтобы Потом Проявлять Как-то Давать Богу Славу Через Даже Свои Финансы Заботиться Зануждающихся Бедных Людей Может быть Вкладывать В какую-то Миссию Снова И даже Кажется Простое Дело Как деньги Зарабатывать Вопрос Мотив Мотив И сразу Все Меняет Даже В твоей Работе Кто-то Скажет Ну Я хочу И то И то И себя Обеспечивать И Богу Этим Служить Деньгами Ты уверен? Мотив Твой Честный Правильный Приоритеты Это Подтверждают Просто Такой Короткий Диалог Сам С собой И это Нам Многое Что Показывает Ну Я хочу Служить Людям Ладно А люди Тебя Будут Ранить Ты Потом Будешь Их Менять И искать Других Людей Кому Служить Ну Ладно Люди Хорошо Ну Ты Расстрелял Вопросами Я буду Господу Служить Иисусу Да Да Хорошо А Иисуса Тоже Ранили И даже Убили Но мотив Внутри Двигал Сильнее Отношения И плохой Реакции Людей Потому что Мотив Был Я здесь Чтобы исполнить Волю Отца Моего Небесного Ответ Короткий Но очень Глубокий Мотив Я здесь Чтобы исполнить Волю Отца Моего Небесного Поэтому Отношение Людей Не сильно Влияло Не сильно Сбивало Потому что Мотив Был Непоколебимый Да Друзья Если Мотив У нас Неправильный То ты Всегда Будешь Чувствовать Себя Unappreciated Не Недостаточно Тебя Поблагодарили Недостаточно Тебя Оценили Недостаточно Тебя Уважили Недостаточно Тебя Заметили Всегда Будет Влиять Если Мотив Неправильный У тебя Всегда Будет Victim Mentality То есть Состояние Жертвы Я Жертва Я Саможалости Тебя Задушит Просто Задушит А может быть Ты уже Задыхаешься Потому что Мотив Неправильный Как я уже Сказал Я Жертва Но помни Если ты Переведешь Свой фокус На то Что жертва Единственная Это Иисус Христос Ты далеко Не жертва Сразу Крылья Начинают Расти Вот как Важно Это понимать Если Мотив Неправильный Всегда Будут Причины Кого-то Обвинять А всегда Найдутся Причины Если Мотив Неправильный Всегда Будет Причина Роптать Задумайтесь Корень Ропота Одна Из Больших Причин Мотив Почему Я Это Делаю Почему Я Это Прохожу Почему Так Относится Мой Мотив Все Завязано На том Как Люди Относятся Ко Мне Видите В чем Откуда Мотив А если Мотив Все Что Я Не Делаю Я Делаю Как Для Господа Это Все Меняет Но Мы Такие Мотивы Часто В жизни Не Переживали Звучит И правильно И духовно И все Но Сенсора Не Срабатывают Все Что Я Не Делаю Я Делаю Как Для Господа Легче Становится Жить В жизни Не потому Что Люди Сразу Резко Стали Другими Но Потому Что У меня Мой Мотив Стал Правильный Да Друзья Хочется Задать Вопрос Как Ты Чувствуешь Себя Я Жертва Борешься Ли С Саможалостью Если Место Для Радости Или Там Для Радости Место Нет Только Негатив Я Помню Друзья Как И в моей Жизни Многое Что Что Мне Помогло Однажды В жизни Это Именно Вот Это Переоценка И Понимание Зачем Я Это Делаю Почему Я Продолжаю Это Делать Вот Это Помогло Мне Однажды В жизни Галатам 6.9 Написано Делая Добро Да Не Унываем Ибо В свое Время Пожнем Если Не Ослабеем Я Никогда Не Думал Что Можно Делать Добро И Унывать Я Я всегда Как-то Понимал Что Если Мы Делаем Ну У нас Проблемы Вот Тогда Мы Унываем Это Понятно А тут У нас Проблем Нет Мы Добро Делаем И Как Последствие Унываем А Как же Это Так Вы Можете Это Как-то Объяснить Делать Добро И Унывать А Вот В чем Проблема Мотив И Потом Реакция Людей На Ваше Добро Убивает Убиваем Унываем Вот Друзья Как Глубоко Это Все Связано Но Когда Мой Мотив Я Это Делаю Все Как Для Господа Вот Что Движет Мною Не Унывайте Потому Что Бог Наградит Не Люди Двигайся Дальше В свое Время Пожнем Если Мы Не Ослабеем Я Помню Как Когда-то Еще В старом Здании Нашей Церкви Я Еще Был Молодой Пацан И Я Помню Как Я Таскал Эти Колонки Возможно Вам Трудно Это Представить Да Было И В группе Прославления Пел И Солировал И Вышивать Умею Шутка Ну Кажется Все Я Помню Жарко Кондиционер Не Работает Эти Колонки Таскаю Мне Никто За Это Не Платит Я Помню Даже Мне Как Бабушка Еще Говорила Бог Ты Такой Занятый В таком Служении Тебе Даже Жениться Некогда Я Так Подумал И Правда Я Такой Несчастный Даже Некогда Я Так Опять Пошел В эту Сторону Такой Несчастный И Вот Это Все Делаешь И Вопрос А зачем Ты Это Делаешь И Вот Этот Вопрос Мотива Мотива Когда Ты Сам Находишь Это В Писании Что Это Все Что Ты Не Делаешь И Нужно Было Приходить Там За Два Часа Раньше Последнему Ходить В эту Жару Там Находиться Мотив Все Что Я Не Делаю Если Я Это Делаю Как Для Господа Совершенно Все Меняется Настроение Полностью Меняется Приведу Вам Друзья Еще Одну Исторический Факт Почему Как Вы Думаете Наши Отцы Деды Которые Сидели В Тюрьмах За Веру В Господа Они Остались Верны Хотя Этих Людей Предавали Иногда Даже Свои Свои Как Бы Братья Иногда Их Очень Там Ну Относились К ним Очень Жестоко В Тюрьме Отделены От Семьи Их Там Ранили Что Двигало Ими Продолжать Служить Богу Никакой Подпитки Поддержки Сильный Стержень Внутри Мотив Я Это Делаю Почему Как Для Господа И Для Него Страдаю Все Ради Него Живу Ради Него Как Вы Думаете Если Бы Сегодня Пришли Гонения В Америку Завтра Давайте Отдадим Неделю На Подготовку Через Неделю Как Вы Думаете Сколько Людей Бы Осталось Верных Богу Я думаю Вы Согласитесь Что Некоторые Бы Рассеялись Причина Мотив Был С самого Начала Неправильный Почему Я В церкви Почему Я Служу Богу Почему Я Как Бы Верующий Мотив Был Неправильный Мелкий Не Искренний Неглубокий Этот Мотив Убьет Просто Повально Всех У кого Он Был Неправильный Прочитаю Вам Еще Одно Жизненный Такой Пример На Эту Тему Практически Такое Из Жизни 1 Петра 4 9 Написано Будьте Странно Любивы Друг К Друг Без Ропота Служите Друг Друг Каждый Тем Даром Который Получил Или В новом Переводе Написано Будьте Гостеприимны Без Жалоб Служите Друг Друг Вы Никогда Не задумывались Почему В этом Стихе В одном Стихе Связано Две Темы Гостеприимство И Ропот Служение И Ропот Люди И Ропот Хорошее Намерение И Ропот Потому Что Здесь Друзья Затронуты Скрытые Сферы Нашей Внутренности Именно Здесь Пересекаются Мотивы Только В практической Жизни Именно Здесь Друзья Затронуты Наше Самолюбие Гордость И Часто Показуха Я думаю У каждого Из нас В доме Хотя бы Один раз Были Гости Чужие Иногда Неожиданно Иногда Нам это Не выгодно Не вовремя И когда Они Приходят То Часто Друзья Или же Когда Мы знаем Что Они Придут У нас Все Чисто Все Идеально Все Красиво Все Вкусно И Иногда Можно Сказать Это Показуха Это Мотив Неправильный Вы Скажете Ну Нет Ну Нужно Уважать Нужно Служить Да Я Согласен Еще Приведу Параллельный Пример Мероприятия Которые Даже Мы Организовываем Мероприятия Кажется Тоже Можно Сказать Ну У вас Тут Все Идеально Все Организовано Тоже Показуха Тоже Какое-то Щоу Но Вы знаете Как Определяется Мотив Правильный Он Или Нет Это Хорошо Стараться Excellence It's Not A Sin Хорошо Делать Это Неплохо Но Если В чем Здесь Почему Здесь Написано Заропот Если У тебя Что-то Не Получилось Идеально Ты Не Успел Либо В доме Либо В церкви Либо На работе И ты Из-за Этого Теряешь Мир Теряешь Полный Полностью Теряешь Мир У тебя И гнев И раздражение И крик То тогда Твой мотив Тебя Сдал Выдал Твой мотив Была Гордость Показуха Я Сделаю Я Могу Я Хочу Я Идеальный Я Хорошая Хозяйка Я Такой Крутой Организатор Вот Здесь Я А Когда У тебя Не Получилось То Помни Есть Такое Хорошее Выражение Ты Ты делай Своей Своей Стороны Все Лучшее Старайся А Остальное Дай Право Делать Богу И вот В таких Практических Ситуациях Друзья Мы Видим Себя Вроде бы Мы всем Говорим Я делаю Как для Господа Я Как для Господа Делаю Но Как Как только Что-то Пойдет Не Так Ох Как Там Вырывается Как Для Господа Всем Вокруг Мало Не Покажется Я Для Господа Ору Я Для Господа Кричу Я Для Господа Тут Все Делаю Кажется Оно Как Бы Да Не Сходится А Вроде Все Как Для Господа И Людей Как Для Господа Принимаем Правда И Людям Как Б Служим На самом деле Когда Заходишь В Дом То Кажется Ну Просто Пахнет Идеальностью Замечали Да Идеальностью Кажется Пахнет И Говорят Так Мы Простые Люди Какие Вы Простые Если Я К вам Зашел Сюда Без Предупреждения Вас Начало Телепать Простота Куда То Делась Правда Вот Где Простота Там Самолюбие Там Гордость Там Показуха А Мы Как Бы Для Господа А Эти Мотивы В пух И Прах Разносит Когда Мы Копнем Чуть Поглубже И Постараемся Разобраться В Ситуации Вот Откуда Мотивы Влияют На 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 Мотивы Влияют На Наши Эмоции Оказывается Не Всегда Виноваты Люди Или Обстоятельства А Часто Наши Мотивы Неправильные А Если Ты Это Самое Делаешь Организовываешь Кормишь Но Делаешь Как Для Господа Вот Где Простота Тогда Ты Будешь Непоколебим Ты Не Будешь Терять Мир Ты Не Будешь Роптать Потому Что Именно Вот Эти Неправильные Мотивы Они Вскрывают То Невидимое Для Посторонних Что Происходит До И После Ропот Проявляется Не тогда Когда люди Вокруг Приехали На Конференцию Или Пришли К вам Домой Вы Им Что Ставите Американский Смайлик Правда Мы Так Рады Вас Видеть А Что Было До И После Вот Это Есть Мотивы Вот Это Мотивы О Которых Мы С Потому Что Если Делаешь Как Для Людей Если Делаешь Как Для Жены Как Делаешь Как Для Мужа Делаешь Как Для Босса Как Для Какого-то Служителя То Всегда Будет Чувство Неудовлетворенности Недовольства Не оценили Не Поблагодарили Я Вот Для Него Старалась И Всегда Будешь Обиженный Всегда Будешь Недовольный Всегда Вот Это Будет Чувство Негатива И Депрессии Тебя Давить Потому Что Мотивы Не Туда Завели Но Если Ты Делаешь Это Как Для Господа Вы Понимаете Какой Другой Уровень Какой Это Урешение Реакции И Действий Слава Богу За Это Дорогие Друзья Поэтому Если Наш Мотив Иногда Да Приходится Служить Не на Твоих Условиях Когда Ты Служишь По Настоящему Не Всегда Это Вовремя Но Мотив Именно Он Двигает Нами Мотив Помогает Нам Двигаться Дальше В Правильном Направлении Потому Что Часто Наши Мотивы Регулируют Наши И Именно Неправильные Мотивы Неправильные Ожидания От Людей Именно Они Нас И Разбивают И Приходят Мы В чувство Разочарования Вот Почему Друзья Вопрос Каждому Из Нас Все Что Ты Не Делаешь Это Твои Мотивы Такие Selfish Motives Or Godly Motives Самолюбивые Мотивы Или Божественные Мотивы Движут Нами Если Мы Все Делаем В нашей Жизни Только На основании Того Как люди К нам Относятся Как люди К нам Относятся Вопрос Это библейская Модель Это библейский Подход Конечно Конечно Нет Мы знаем В Писании Что Мы Призваны Любить Людей Я Это Делаю Не потому Что Он Со Мной Добрый Потому Что Он Меня Любит А потому Что Я К этому Призван Луки 6 27 Написано Любите Врагов Ваших Благотворите Ненавидящим Вас Как это Читать Даже Трудно Ненавидящим Вас Не те Которые С вами Нездоровятся Те Которые Вас Ненавидят Благословляйте Проклинающих Вас И молитесь За Обижающих Вас Ух Как легко Мотивы Наши Действия Определяют Как Они Относятся Ко Мне Вот Мой Уровень Моего Христианства 30-20 Лет Христианского Стажа А Все На Той Мелкоте Как Они Относятся Ко Мне Да Друзья Поэтому И получается У нас Что Иногда Мы Делаем Потому Что Он Заслужил Или Не Заслужил Но Когда Даже Мы Проходим Какой-то Конфликт Здесь На Земле На Работе В Семье Без Разницы Спроси Иногда Себя Господь Если Ты Уже Сам Себе Решил Я Уже Не Хочу С Хотя Бы Спроси Господь Стоит Ли Мне Дальше Оставаться Продолжать Строить Продолжать Действовать Правильно В этом Конфликте В этих Отношениях Если Если Ты Получаешь В своем Духе Ответ Да То Помни Именно Мотив Твой Ради Чего Ради Кого Ты Это Дальше Будешь Делать И Строить Поможет Тебе Двигаться Дальше Я Помню Друзья Как Когда-то В детстве Мой Дедушка Папа Моего Папы У него Была Пасека Он Делал Мед Пчелы Вот эти Домики Так Мы В детстве Называли И Однажды Я Помню Меня Пригласили Взяли С собой В какой-то Лес На какое-то Поле Где-то Мы Уехали Далеко Я Помню Я был Малый Мне Это Был Такой Фан Мы Там Бегали По Этому Полю Никаких Айпедов Никаких Телефонов Радости Кажется Ну До Небес А Что Мы Там Делали Ничего Бегали От Радости И Каждый День Расписание Деликатесы И Вот Я Помню И Там Вот Эти Домики Стоят И Там Пчелы И Там Дедушка Мед Собирает Ну Я Же Любопытный Малый Ну И Дедушка Говорит Там Будь Осторожен Там Не Подходи Так Сильно Там Этих Пчел Не Раздражай Ну А как же Не Раздражать Вы Понимаете Если Сказали Не Раздражай Значит Нужно Если В той Пчеле Кажется Ну Уже Засунул Дальше Некуда Ну И Что Потом А потом Скорость Развивается Бежишь Бежишь Мчишься По этому Полю Я Помню Рой Пчел Рой Если Вы Знаете Эти Слова Это Значит Много Много Пчел Это Значит Много Много Укусов Это Значит Много Много Боли Это Значит Ты Бежишь Быстрее Но Ты Не Успеваешь Убежать От этих Пчел Падаешь В это Поле Там Валяйся По этому Полу В грязи Поднимайся Снова Бежишь Не знаешь Куда Бежишь И не Можешь Убежать Я Помню После Этого Опыта Я Думал Я Вырасту Я Никогда В жизни Не Буду Пчеловодом Я Этих Пчел Мне Хватило Мне Было Лет Десять Двенадцать Всю Голову Обкусали Вся Голова Опухшая И я Помню Как Мое Отношение Изменилось К этому Меду К этим Пчелам Меда До сих Пор Ем Но Вот Мотивы Мои Изменились В корне Мое Отношение К этим Пасекам А интересно Друзья Мой Дедушка Более Двадцати Лет Работает С пчелами Я у него Выпытывал Дедушка Ну как Пчелы Кусают А он Так Холоднокровно Отвечал Кусают Я снова Дедушка Они Кусают Кусают И Ну Ну И вот Уже С лишним Двадцать Лет Продолжаю Это Делать Я Не Понимаю Мотив Мой Мотив И его Мой Мотив Мое Отношение К пчелам Зависит Только От того Как пчелы Относятся Ко мне А дедушка Вспоминай этих пчел Если твой Да-да-да-да Вот за него Имею ввиду Первое Коринфянам 4 5 Написано Поэтому Ни о чем Не судите Заранее Но ждите Возвращения Господа Он Все Тайное Сделает Явным И обнажит Скрытые Намерения Человеческих Сердец Снова Тема Не меняется Мотив И Этими Мотивами За ними Следит Сам Бог Внимание Не только Ты Нужно нам О них Думать Но сам Господь Говорит Что именно Он Бог Он сам За этим Следит Все тайное Знает И именно Он будет Вскрывать Намерения God will expose The motives Of your heart Именно Он Занят Этим Поэтому Здесь идет Предупреждение Что не будь Быстрым на то Чтобы осуждать Людей Потому что Их действия Их слова Те которые Ты не разделяешь Не понимаешь Самое главное Мотив Его Мотив Если бы Ты Любое Действие Человека Которое Ты осуждаешь Критикуешь Вот вспомните На прошлой неделе В течение месяца Кого вы сильно осуждали Да Приходится в церкви Об этом думать Извиняюсь Вот вспомните В течение месяца Кого вы критиковали Осуждали А теперь Попробуйте Себе Представить Что вы Знаете Его мотив Чистый Божественный Не подлый Это было Не специально Там не было Понтов Там не было Зла Там были Другие мотивы Неизвестны И сразу Меняется Вся ситуация Все в корне Меняет мотив Его Или ее действий А если бы он Действительно Там Искренне Не знал Не хотел Ошибся Хотел Как лучше Получилось Как всегда По другому Мы относимся А тем более Бог А если он Действительно Жестоко Специально Поступал От этого Соответственно И Последствия Мы пожинаем Поэтому Друзья Нам важно Об этом Помнить Что если Мы Часто Ропщим Часто Раздражаемся То это Иногда Из-за того Что мы Забываем Ради кого Ради чего Мы Это Делаем Бог Он хочет Твое сердце Мотив Почему для Бога Важен Потому что Это Невозможно Без сердечного Участия Могут делать Руки Могут Идти Ноги Но если Там сердце Не задействовано Искренне И правильно То тогда Друзья Это Очень Замечает Господь Богу Друзья Нам не обязательно Нужны Наши Сильные Стороны И таланты Потому что Бог может Употреблять И использовать Даже твои Слабости Все что Для Бога Нужно Это Твое Согласие Я согласен I am available И твой Честный Чистый Мотив Do your best And let God Do the rest Почему Друзья Мотив Так важен Потому что Именно Мотив Он It exposes Your relationship With God Это Именно Мотив Он Выдает Твое Глубокое Или неглубокое Отношение С Богом И здесь Друзья Я хотел бы Прочитать Матфея 22 глава 37 стих Написано Иисус сказал Возлюби Господа Бога Твоего Всем сердцем Бога Всем сердцем Всей душой Всем разумением Твоим Все внутренние Качества Затронуты Все внутренние Струны Души И сердца Это И самая Первая Наибольшая Заповедь Вторая Возлюби Ближнего Как самого Себя Заметьте Друзья Что когда Человек Закрывается В комнате Тайной Комнате И проводит Время С Богом Уединяйся Помните Мы с вами Об этом Говорили Как важно Уединяться Останавливаться Читать Рассуждать Проводить Время С Богом Но когда Человек Это делает В тайне Это никто Не видит Им движет Его мотив Личный Искренний Честный Мотив Все что Мы делаем В церкви Часто Это уже Не мой Личный Мотив Это уже Показуха Это уже Ради Приличия Это уже Просто Уважение К обществу Но когда Ты сам Твое отношение К Богу Вот эта Любовь К Богу С Ним Время Которое Ты проводишь С Ним Именно Это и Показывает Твою Любовь Или Твое Отношение К твоему Господу Вы знаете Что когда Родители Они Относятся К детям Своим С любовью Вкладывают Служат Но потом Потом Друзья Эти дети Плохо К нам Относятся К родителям Или же Неблагодарны К родителям Или еще Ранят И обижают Родителей То как Вы думаете Почему Часто Родители Все равно Продолжают Их Любить Потому Что Их Мотив Сердца Настолько Мотив Сердца Настолько Непоколебим Что Они Не Зависят От Отношения Детей К родителям Вы понимаете А представьте Себе Что если Родители Действуют Только На основании Ну если Он Ко мне Будет Нормально Относиться То я К ним Буду Нормально Относиться А сколько Мы В жизни У кого Дети Выросли Или Есть Иногда Мы Любовью Покрываем Миллионы Раз Иногда Наших Непослушных Детей Что-то Внутри Движет Что-то Непоколебимо Не Зависит Ни От Кого Ни От Чего Вот Друзья Что Мы Можем Достигнуть Как Христиане Действия Все Разговоры Все Все Что Я Не Делаю Я Делаю Как Для Господа А Не Для Важно Друзья Понимать Что Все Что Мы Не Делаем Нам Важно Чтобы Это Приносило Нашему Господу Богу Славу Во Имя Иисуса Христа Все Наши Действия Должны Приносить Именно Богу Славу 1 Петра 2 12 Написано Провождать Добродетельную Жизнь Между Язычниками Дабы Они За то Что Злословят Вас Как Злодеев Увидя Ваши Добрые Дела Прославили Бога В этом Контексте Написано Что Люди К вам Плохо Относятся Написано Злые Дела Как Злодеев К вам Относятся Но Вы К ним Относитесь Хорошо И По Доброму И Люди Которые Будут Видеть Ваше Добро Они Будут Прославлять Бога Это Принесет Богу Славу Это Потому Что Ваш Мотив Вы Движимы Другим Мотивом У вас Другой ДНа Мы Христиане Мы Представляем И мы Мотивированы Мы Движемся Другими Мотивами Неземными Не Отношениями Людей А именно Все Что я Не делаю Я делаю Как Для Господа И Здесь Расшифровка Они К нам Плохо Относятся Они Нас Гонят Унижают Обижают Ранят А я Буду Делать Добро И пусть Через Это Люди Видят И Прославляют Бога Слава Богу За это Друзья Все Что мы Не делаем Я верю Что мы Должны Приносить И отдавать Богу Славу Через Все Наши Дела Через Все Наши Слова Даже Если Сейчас Ты Что-то Делаешь И У тебя Кажется Ну Не Очень Все Хорошо Тебя Устраивает Твои Обстоятельства То Помни Что Даже Если Ты Мечтаешь О Лучшей Работе О Другом Начальнике Но Пока Ты Находишься На Этой Работе Делай Все Как Для Господа Потому Что Ты Его Представитель Делай Все Как Для Господа Пока Ты Там Это Неплохо Желать Чего-то Лучшего Но Пока Ты Находишься В Тих Обстоятельствах Будь Вот Этим Неси Вот Этот Свет Позитив Благодарное Сердце Имей Даже Когда Ты Делаешь Shopping Vacation Уборка Общение Время Здоровье Все Делай Как Для Господа Даже Такое Возможно Конечно Возможно Если Мотив Твоего Сердца Настроен Даже Если Я Делаю Shopping И Покупаю Одежду Я Понимаю Что Я Его Дочь Сын Я Его Представитель Как Это Влияет На Твою Моду Правда Я Это Делаю Как Для Господа А Не Как Для Себя Показать Надо Даже И Себя Показать Или Например Я Еду На Vacation Отдыхаю Хожу Даже В Джим Занимаюсь Спортом Даже Это Я Делаю Как Для Господа Почему Потому Что Если Я Понимаю Что Я Хочу Чувствовать Себя Здоровым Крепким Для Того Чтобы Лучше Служить Богу Лучше Служить Людям Быть Более Эффективным Даже Через Это Мое Тело Отдохнувшее Или Подтянутое Буду Прославлять Бога Даже Через Это Об Этому Тоже Можно Думать И В ту Сторон Я Учусь В школе Хорошо Потому Что Я Хочу Быть Его Представителем Чтобы Не Туркали Что Все Верующие Это Забитые Необразованные Люди Я Для Него Это Делаю А Даже Если Я Убираю Я Это Делаю Как Для Более Минорные Бу-бу-бу Бу-бу-бу И Вот Видите Сразу Меняется Все Настроение Эмоции Потому Что Мотив Даже Простые Бытовые Вещи Если Я Это Делаю Как Для Господа Вот Как Нам Важно Друзья Это Понимать Иосиф Смотрите Написано Бытие 39 Глава Господь Был С Иосифом Простер К нему Милость И Даровал Ему Благоволение В очах Тюрьма Плохие Обстоятельства И Дальше Написано Какие же Там Ну Порассуждаем Условия Жизни Ну Ужасные Да Какая Там Еда Ужасная Как К нему Относится Ну Как В тюрьме Ну Как Ну Понятно Как Обстоятельства Жизни Клевета Несправедливость И Дальше Смотрите Никакой Горечи Никакой Обиды Он В тюрьме Что-то Делает Работает И Делает Как Для Тюремной Охраны Как Для Того Кто Его Туда Посадил Как Для Себя Как Для Господа Вы Представляете Какой Как Мотив Меняет Отношение И настроение К жизни В тюрьме Человек Так Себя Вел И так Действовал Что Его заметили Похвалили Возвысили И написано И Господь Был с ним Где с ним В тюрьме Вау Не избавил От тюрьмы А был с ним В тюрьме Опять вау Да друзья А что А что Двигло Этим Иосиф Мотив Понимаете Как Живется В тюрьме Двое Их там Их там Сидело Много Но вы Понимаете Какое У них Было Разное Настроение А как Они Работу Выполняли По-разному В той же Тюрьме В тех же Условиях Те же Правила Но Мотивы Все Что Я не Делаю Я делаю Как Для Господа Вот Почему Я непоколебим Вот Почему Господь С ним Вот Почему Все Нормально Вот Почему Нет Уныния И депрессии Потому Что Господь С ним Все Что Я не Делаю Я делаю Как Для Господа Давайте Мы Сейчас Прочитаем Последнее Местописание Галатам 1.10 У людей Ли я ныне Ищу Благоволение Или У Бога Людям Ли угождать Стараюсь Знак Вопроса Если Бо Я Поныне Угождал Людям То Не Был 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 Рабом Христовым Поэтому Друзья Очень важно Понимать Что Угождать Людям И Угождать Богу Разные Уровни Влияет На Настроение Но Помните Что Мотив Чистый Даст Вам силы Двигаться Дальше Мотив Искренний Поможет Вам Встать И Идти В Правильном Направлении Что Правдывает Человека Перед Богом Друзья Как Вы Думаете Ну да Мы знаем Покаяние Вера А что Еще Честный Мотив Даже Если Ошибаешься Даже Если Упал Даже Если Не Все Получилось Но Мотив Твой Ты Не Хотел Ты Старался Ты Делал Как Для Господа Не Все Получилось Вот Этот Мотив Бог Видит Вот Почему Он С Тобой Будет Если Мотив Будет Правильный Все Что Я Не Делаю Я Делаю Как Для Господа Будьте Благословенны Аминь Мотив Благословенны Редактор субтитров